Продолжение следует... О точном действии, которым мы в настоящую минуту не имеем никакого понятия. Размышления эти внушены мне одним странным сновидением, известным мне из первых рук. Сновидением никак не подходящим, насколько я их знаю, ни под одной из объяснений ни Карпентера, ни Броди. 1867 год был особенно веселым годом в Европе, годом Парижской выставки. Политические волны, сбаламученные краткой, но важной по своим последствиям австро-прусской кампании, улеглись. Черные тучи другой убийственной войны франко-германской еще не надвинулись. Европа пользовалась глубоким миром и праздновала его необычным оживлением всех своих водяных местечек и морских купаний. Я никогда до то ли и после не видал в один сезон такого множества американских туристов, к числу которых принадлежало и наше небольшое общество, состоявшее кроме меня из двух джентльменов и их жен. В отеле Бауэр на Цюрихском озере мы познакомились с одной англичанкой, женой банкира в Леммингтоне, сопровождаемой двумя дочерями. Молодые девушки были очень хорошо воспитаны и отличались с умственным развитием и практическим здравым смыслом. Мы очень быстро сблизились и решились продолжать наше путешествие вместе. Проехав по берегам Рейна, мы завернули в Эмс, чтобы пробыть там неделю. Эмс стоит на небольшой речке Лан, приток Рейна. Побличный сад растянулся по ее берегу, беседочки и живописные теннистые уголки, скрывавшие нас от всех глаз, наполняют его. В одном из этих уголков, пользуясь прелестным августовским утром, сидела одна из наших молодых леммингтонских спутниц, с романом в руках и крепко вздремнула. Ей приснился сон, который по своим странным последствиям и служит предметом настоящей статьи. Привиделась ей одна из ее подруг, находившаяся в то время в Северной Италии. Они с детства знали друг друга, были вместе в школе большими приятельницами. Выехав вместе из Англии, они расстались в Кельне. С тех пор не встречались и даже переезжая постоянно с места на место, не переписывались. Во сне отсутствующая подруга, села возле дремавшей на ее лавочку и по бытию молодых девушек, начала тот же рассказ обо всем с ней случившемся со времени их разлуки. Приключения эти были очень интересны и произвели сильное впечатление на спавшую. Характерная подробность сна та, что видевшая его девушка со своей стороны ничего о себе подруге не рассказывала. Я встретил ее в саду тотчас же после ее пробуждения под впечатлением своего сна. Она подробно рассказала мне его. Неделю через две-три наше маленькое общество рассеялось в разные стороны. Большинство вернулось в Англию, я же с одним из моих друзей и его женой отправился в Милан. И вот раз, возвращаясь с прогулки, я застал на террасе жену моего приятеля в живой беседе с незнакомой мне молодой особой, которой она поспешила представить меня. Названная фамилия тотчас же напомнила мне личность, которую наша эмская спутница видела во сне. Когда вечером мы разговаривали в общем салоне с мисс Р, она действительно оказалась ее школьной подругой и очень обрадовалась вестям, которые я мог сообщить ей о ее друге. Открытие это тотчас же настолько сблизило нас, что я решился немедленно рассказать ей о странном сне действующем лицом, которое была она. Прежде чем я окончил свой рассказ, лицо ее выразило живейшее удивление. «Как это странно!» — воскликла она, и, извинившись передо мной, поспешно вышла из комнаты. Вернулась она минут через пять с небольшим портфелем в руках, и, открыв его, показала мне несколько десятков исписанных почтовых лицков, служивших ей некоторого рода дневником. При этом она объяснила, что рассказанный мною сон вполне соответствует ее собственному. В тот же день и час, когда подруга ее задремала в саду на берегах Ланна, она тоже заснула и видела сон. И что в высшей степени замечательно, оба сна буквально подтверждают друг друга. Ей снилось, что она сидит рядом с подругой и рассказывает ей о своем путешествии, рассказывает все, что та слышала во сне и сообщала мне в Эмси. Причем мисс Эр верно описала беседку, в которой сидела ее подруга с книгой в руках, костюм ее, даже бывшую на ней шляпку. И затем, отыскав в портфеле запись того дня, показала мне ее с малейшими подробностями слов и обстановки, мною слышанными в Эмси. Впоследствии мне удалось убедиться, что подруги действительно не переписывались и не имели никаких сообщений между собой со времени этого сна и до моей встречи с мисс Эр в Милане. Странном случае этом не было и не могло быть никакой подделки. Стало быть, единственный из него вывод – это возможность для двух человеческих существ иметь во сне сообщения друг с другом, несмотря ни на какое расстояние их разделяющее. Гипногогическая галлюцинация Гипногогическими называют те галлюцинации, которые являются в промежуток времени, предшествующие глубокому сну или полному пробуждению. Всем знакомо промежуточное состояние между сном и бодрствованием, когда мы сознаем еще свое бытие, но чувства приносят нам только смутные впечатления из окружающего мира. Воля не действует, всякое движение становится почти невозможным. Это, так сказать, среда гипногогической галлюцинации, момент, наиболее благоприятствующий ее появлению. В ней принимают участие почти все чувства. Зрение Однажды, говорит доктор Симон, после обеда у друга, где я сидел рядом с дамой, наружность которой произвела на меня сильные впечатления, я увидел вечером фигуру этой дамы в гипногогическом галлюцинации. Образ был очень отчетлив. Скоро, однако же, нижняя часть лица стушевалась, я видел только верхнюю его половину, потом и она побреднела и исчезла. Иногда галлюцинаторный образ исчезает путем метаморфозы. Части фигуры меняются в цвете, в отдельных местах ее очерчивается новая форма, и прежний образ уступает место новому видению. Видения, входящие в состав гипногогических галлюцинаций, большей частью состоят из человеческих фигур различной величины, воспроизводимых памяти или создаваемых воображением. Но довольно часто в гипногогических галлюцинациях представляются и неодушевленные предметы. Море рассказывает, что в Барселоне гипногогическая галлюцинация была только частичным воспроизведением виденного им в тот день ландшафта. Ему представился дом в квартале Барселонета. Тот же автор передает, что в Эдинбурге, Мюнхене, Бресте гипногогическая галлюцинация воспроизводили перед ним пейзажи окрестностей этих городов. Я, говорит доктор Фиман, помню одну гипногогическую галлюцинацию такого рода. Вечером на меня произвел сильное впечатление вид зеркальной, сверкающей поверхностью роны, на которую кости нападали солнечные лучи. В следующую же ночь, внезапно до пробуждения, я увидел чудный дворец, все колонны, стены, кровли которого сверкали блеском, доставивши мне такое наслаждение накануне. Здесь на целый образ была перенесена особенность, ей не свойственная. Чаще всего гипногогические галлюцинации бывают только зрительными. Мы видим образ, позирующий перед нашими глазами более или менее продолжительное время и затем исчезающий. Слух Слуховые гипногогические галлюцинации, являясь сравнительной с зрительной галлюцинацией, гораздо реже встречаются тем не менее довольно часто. В одних случаях она состоит из простых шумов, в других из членораздельных звуков. В последнем случае это обыкновенно краткие слова. Лицо, у которого является галлюцинацией этого рода, слышит, что кто-то его зовет. В других случаях слышатся смутные голоса, произносимых ими слов нет возможности разобрать, но слуховое впечатление вполне отчетливо. Что касается душумов, то они, понятно, могут быть крайне разнообразны. В одних случаях это будут пистолетные выстрелы, в других крики, звук колокольчика. Один студент, подверженный гимнагогическим галлюцинациям, рассказывал, что несколько раз он слышал, засыпая, звонок колокольчика. Ощущение было настолько отчетливо и сильно, что он не мог полагать, не раз полагал, что кто-то действительно звонит, и вставал оттереть дверь. Иногда звуки представляются более связными, раздаются мелодии, воспроизводятся музыкальные фразы, слышанные в состоянии бодрствования. Море рассказывает, что после вечера, проведенного им у поля Делароша, на котором один из величайших французских композиторов, Амбро Астама, сыграл несколько пьес на фортепьяно, он вечером засыпая, слышал некоторые из этих пьес. В другом случае тот же автор услышал мелодию, которую днем наигрывал слепой на дудке. Оба эти факта показывают, что в просонках ряды слуховых образов могут быть вполне связаны и последовательно. Но такие, несколько сложные, галлюцинаторные восприятия редки. Зрительные гимнологические галлюцинации, подобно образам сновидения, часто возникают под влиянием чувственных впечатлений или возбуждения органического характера. Едва ли не излишне упоминать, что вывод, оказавшийся верным для зрительных образов, остается верным и для слуховых фантастических образов. Не предполагая входить в обстоятельное рассмотрение вопроса, ограничимся одним примером такого происхождения, слуховых гимнологических галлюцинаций. Однажды вечером, прежде чем лишь спать, я случайно вздохнул амиачные пары, дыхательные пути были раздражены, но кашля не было. Засыпаясь с чувством некоторого стеснения дыхания, я скоро услышал в гимнологическом галлюцинации частый кашель. Сознание мое было еще настолько ясно, что я мог признать раздавшиеся в моих ушах звуки заявление галлюцинаторное. Вкус Гимнологические галлюцинации вкуса и обоняния довольно редки. Вкусовые галлюцинации состоят в воспроизведении вкусового впечатления, воспринято большей части незадолго до появления галлюцинаторного образа. Часто она бывает связана с особым состоянием пищеварительных путей. В некоторых же случаях она, по-видимому, зависит исключительно от сосредоточения мысли на известном предмете. Так море передает, что путешествуя по Испанию, он однажды вечером перед сном почувствовал во рту вкус прогорклого масла, хотя ему не случалось есть приготовленных на нем блюд. Легендарное в настоящее время, может быть, ни на чем не основанная репутация испанской кухни вызвала очевидно у путешественника это мнимо ощущение. Все сказанное происхождение вкусовых галлюцинаций относится и к галлюцинациям обонятельным. Эти галлюцинации часто стоят в очевидной связи с различными органическими состояниями. Точно так же они могут возникать или от сосредоточения мысли на известном предмете, или под влиянием недавнего восприятия. Я знал одну особу, часто ощущавшую в гимнагогической галлюцинации запах дыма в своей спальне. Частое появление у него этого мнимого ощущения очень просто объясняется тем, что она чрезвычайно боялась пожара. Макарио сообщает, что одна дама, страдавшая жестокой коликой, ощущала в гимнагогической галлюцинации запах чеснока. Здесь мнимое ощущение тесно связано с органическим страданием. Заметим, что вкусовые и обонятельные галлюцинации, ввиду недостаточной определенности вкусовых и обонятельных образов, вообще трудно поддаются анализу. Осязание Море утверждает, что и гимнагогических осязательных галлюцинаций не существует. Я, доктор Симон, не могу присоединиться к этому мнению. Неоднократно мне приходилось наблюдать галлюцинации этого рода у самого себя. Не подлежит сомнение, что сравнительно с зрительными галлюцинациями они встречаются гораздо реже. Но они не уступают в частоте появлению галлюцинациям других чувств. Было бы даже странно, если бы чувство осязания сравнительно с другими чувствами. Реже давало повод к возникновению тех регрессивных восприятий, которые и составляют сущность галлюцинации. Напротив того, есть основания думать, что осязательные гимнагогические галлюцинации признаются редкими только потому, что многие факты, отнесенные к явлениям иной категории, не были достаточно внимательны и серьезно анализированы. Брилье Саварен описала одно приятное ощущение, испытанное во время сна, в котором, однако же, легко признать гимнагогическую галлюцинацию. «Несколько месяцев тому назад, — говорит этот автор, — я во время сна испытывал ощущение, доставившее мне необычайное наслаждение, оно состояло в нежном и удивительно приятном сотрясении всего моего существа. Что-то как будто щекотание кожи всего моего тела с головы и до ног проникало до мозга моих костей. Вокруг головы у меня было как бы фиолетовое пламя. Состояние это, которое я отчетливо осознавал, продолжалось по крайней мере полминуты. Я проснулся изумленный, слегка испуганный. Привожу это наблюдение, чтобы показать, как часто галлюцинации общего чувства могут быть неверно истолкованы. Я имел, однако же, в виду другие факты, говоря, что есть явления, оказывающиеся при тщательном исследовании несомненными гимнагогическими галлюцинациями, хотя обыкновенно их относят к явлениям иной категории. Это те высшие степени любопытные ощущения, частью патологического свойства, но являющиеся и в нормальном состоянии, совокупность которых получила наименование нервного головокружения. Нервное головокружение является в крайне разнообразных видах, как в болезненном, так и в физиологическом состоянии. Я займусь здесь исключительно той его формой, которая представляет, по моему мнению, истинную гимнагогическую галлюцинацию общего чувства. Мой отец, страдавший этой формой нервного головокружения, описал ее сам. Сам я подвержен ей и считаю себя потому достаточно компетентным в этом вопросе. Состоит она в следующем. Когда вы ляжете, ощущение это является только при горизонтальном положении. И закройте глаза, то спустя несколько минут чувствуете, что вы вовлечены в какое-то более или менее быстрое движение. В известных случаях движение совершается все в одном и в том же направлении. Вначале ускоряюсь, а потом замедляюсь. В других случаях оно совершается в двух противоположных направлениях. Наконец, иногда это движение вращательное. Кровать, на которой вы лежите, вращается вокруг своей оси. Любопытно, что воля оказывает влияние на направление движения. Часто можно заставить его совершаться в желательном направлении. Однако это удается не всегда. Вот в общих чертах ощущение, о котором я хотел сказать несколько слов. Какова природа этого явления? Для меня несомненно, что это галлюцинация. В самом деле, чувственное впечатление, воспринимая помимо нашего вызывающего его внешнего объекта, не может быть ничем, кроме галлюцинации. А момент возникновения этого мнимого ощущения заставляет нас отнести его к разряду гипногогических галлюцинаций, изучение которых мы этим и заканчиваем. Смотри книгу доктора Симона «Мир грез». Бессознательная деятельность души во сне. Кандильяк рассказывает, что в то время, когда он приготовлял к изданию свои «Куар-де-тюд», ему случилось лечь. Спать, прежде чем известный отдел, был вполне обработан. Он находил по пробуждению, что во время сна в уме его сложилась окончательная редакция отдела. Вольтер передает, что однажды во сне он сложил целую песнь Генриады, носившую совершенно иной характер, чем написанная им песнь. Он замечает по этому поводу, «Я говорил во сне вещи, которые едва ли мог бы сказать в состоянии бодрствования. Таким образом, у меня были мысли, сложившиеся помимо моей воли и без всякого участия с моей стороны. Я был лишен воли и свободы, и в комбинации идей появлялся талант, даже известный гений». В этом случае резко проявилась бессознательная деятельность мысли, которая представляет только результат деятельности, первоначально направлявшейся волей, результат того течения мысли, которое совершалось в состоянии бодрствования. Вольтер, конечно, много раз обдумывал Генриаду, и план, задуманный в состоянии бодрствования, но носивший тогда несовершенный и отрывочный характер, вылился во время сна в окончательную форму, достиг полного совершенства. Бурдах сообщает, что много раз во время сна у него являлись идеи по разным вопросам науки, составлявшей предмет его изысканий, идеи, которые едва ли явились бы у него в состоянии бодрствования. Часто, говорит Бурдах, у меня во сне возникали идеи, казавшиеся мне настолько важными, что я просыпался. Во многих случаях они относились к вопросам, которыми я в ту пору занимался, но содержание их было для меня совершенно ново. Так, когда я писал свое большое сочинение о мозге, у меня явилась во сне мысль, что искривление, образуемое спинным мозгом вместе с переходом в головной, указывает на антагонизм этих двух органов, так как оси их перекрещиваются, и их токи встречаются под углом, в более значительной степени приближающимся к прямому у человека, чем у животных. А это в достаточной степени объясняет существование у человека способности стоять. 17 мая 1818 года мне снилось, что на головном мозгу существует сплетение для пятой пары головно-мозговых нервов, соответствующие поясничному и плечевому сплетениям. 11 октября того же года у меня явилась во сне мысль, что форма свода с тремя ножками зависит от формул лучистого венца. В некоторых случаях, однако же, эти идеи касались вопросов, над которыми я до той поры не размышлял, и тогда они были еще смелее. Так, например, в 1811 году, когда я еще держался общепринятых взглядов на кровообращение и занимался вопросами из совершенно иной области, у меня явилась во сне мысль, что кровь течет под влиянием присущей ей силы, что она вызывает сердечные сокращения, так что считать сердце причиной кровообращения так же нелепо, как приписывать течение ручья мельницы, которую она приводит в движение. Из этих идей наполовину верных, которые доставляли мне столько наслаждения во время сна, приведу еще одну, так как она представляет в зародыши взгляды впоследствии мною развитые. 17 июня 1922 года, во время послеобеденного сна, у меня явилась мысль, что сон, как и расслабленное состояние мышц, представляет возвращение к естественному состоянию зависит от подавления антагонистической деятельности. Полной радости от яркого света, который этот взгляд, казалось мне, проливал на целый ряд жизненных явлений, я проснулся, но вскоре все сделалось опять столь же неясным, как прежде. До такой степени этот взгляд шел вразрез со всеми моими тогдашними представлениями. В сочинении Бернарда де Полиси мы находим поразительный пример тех обязанностей, которые представляют сновидение, возникающее под влиянием привычного и действующее в данный момент направлением мысли. Одно из произведений Полиси имеет своим предметом, как известно, земледелие, и по преимуществу садоводство. Ему доставляет бесконечное наслаждение перечислять все, что он считает полезным соединять в хорошем устроенном саду. Острова, русейки, гроты, беседки и так далее доставляет в его книге предмет описаний наивных, гениальных и в то же время удивительно законченных. Эти представления в такой сильной степени занимали ум художника, что являлись ему во сне, в ярких и живых образах. Часто мне случалось видеть во сне, пишет он, будто я нахожусь в саду. Так на прошлой неделе мне снилось, будто мой сад уже готов в том виде, в каком я тебе его раньше описал, будто я ем уже фрукты из этого сада и отдыхаю в нем. Затем свернует описание различных растений, кустарников, овощей и плодов, которыми он любуется в этом саду, и которые он описывает в выражениях, обрисовывающих как бы физиономию предмета, специальные ему свойственные черты, как он воспроизводил их в своем гениальном труде, который мы и теперь еще перечитаем с наслаждением. К этой же категории относятся сновидения, где другое лицо излагает спящему соображение, по которому он должен поступить так или иначе, совершить какой-либо поступок или отказаться от него, одобряет или успокаивает его. Видную роль в этих сновидениях играет нравственный элемент. Провозглашаемые действующим сновидениями лицом истины принадлежат к числу самых возвышенных и речь его гармонирует с величием высказываемых идей. Несомненно, что это эти идеи, эти доводы, неоднократно являлись уму спящего во время бодрствования, и что во сне они являются только более могущественными, более убедительными. Следующий сон, виденный знаменитым итальянским скульптором Бенвенута Челлини, кажется мне типическим в этом отношении. Брошенный врагами в отвратительную темницу, Бенвенута, лишенный самого необходимого, изнуренный болезнью, проводил все свое время за чтением Библии. И это доставляло ему столько наслаждения, что, как он говорил, он ничего другого, если бы мог, не делал. Библия была его единственным утешением. Я впадал, продолжал он, в такое отчаяние, когда сумерки лишали меня возможности читать, что лишил бы себя жизни, если бы у меня было под рукой оружие. Эта мысль, покончить с собой, становилась с каждым днем все упорнее и навязчивее. Так что Челлини совершил раз попытку самоубийства, к счастью, окончившейся неудачей. В следующую ночь он увидел во сне прекрасного юношу, который сказал ему с упреком, «Ты знаешь, кто даровал тебе жизнь, и ты хочешь преждевременно расстаться с нею?» Я ответил ему, кажется, продолжая Бенвенута, что с благодарностью признаю все благодеяния Господа. «Почему же ты хочешь», возразил он, «разрушить их?» «Отдайся его руководству, не теряй веры в его божественную благость». «Я убедился», — говорит Челлини, «что ангел был прав». И, увидев кусочки кирпича, заострил их трением одного о другой при помощи ржавчины, снятой зубами с замка, из которой приготовил нечто вроде чернил. Написал на рассвете на полях моей Библии следующий диалог между моей душой и телом. Тело «Отчего ты хочешь покинуть меня, душа моя? Разве небо, соединив нас, дало тебе право покидать меня, когда тебе вздумаются?» «Не уходи!» «Гнев неба прошел» Душа «Небо требует этого, и я буду еще некоторое время твоей спутницей. Придут счастливые дни, я вижу, как занимается их заря». Я привел вместе с сновидением щеленья этот диалог, чтобы показать, каково было его душевное состояние. Мысль о самоубийстве возникала у него, наверное, много раз, и он искал доводов, которые могли бы отклонить его от нее. Слова ангела были, конечно, только результатом его дум, выражением его верований. Написан им диалог между душой и телом передает те же думы, те же верования в иной форме. Мы переходим к сновидениям, не имеющим ничего общего с художественными или нравственными представлениями, занимающими ум спящего, но приближающимся к рассмотренных нами сновидениях по сходству или даже тождеству способа их возникновения. Я имею здесь в виду сны, относящиеся к событиям, представляющим большую важность для спящего и возникающим тогда, когда это событие долго и в сильной степени поглощало его внимание. Эти сновидения состоят обыкновенно из рядов образов, составляющих сцены, в которых спящий находит решение загадки, тщетно отыскиваемые во время бодрствования. И здесь еще видно, мы имеем дело с автоматическую деятельностью мозга, совершающейся под влиянием предшествовавшей деятельности воли. Движения здесь продолжаются и достигают окончательного результата, когда воля, первая возбудительница этого движения, давно уже перестала действовать. Один из моих друзей рассказывает о Беркромбе, служившей кассиром в одном из главнейших Глазовских банков. Находился в конторе, когда к нему обратилось одно лицо, требуя уплаты шести фунтов. В конторе находилось несколько лиц, явившихся раньше и дожидавшихся очереди. То этот господин был так назойлив нам, шумел, в особенности же так надоел всем своим заиканием, что один из присутствовавших попросил кассира удовлетворить его, чтобы поскорее от него избавиться. Кассир исполнил просьбы с нетерпеливым жестом и не сделал у себя отметки об уплате. К концу года спустя восемь или девять месяцев оказалась трудность в подведении счетов. Не доставало шести фунтов. Мой приятель в продолжении нескольких дней и ночей старался открыть причину дефицита, но безуспешно. Устал он вернулся домой, лег спать, увидел во сне, что находится в конторе, что к нему является заика, и все обстоятельства этого случая всплыли перед ним с замечательной ясностью. Он просыпается с мыслью об этом сновидении и в надежде, что ему удастся открыть то, что он так долго и безуспешно старался выяснить. Порывшись в книгах он действительно нашел, что выданная заики сумма не была внесена в счетную книгу, и что она в точности соответствовала дефициту. В приведенном случае то, что спящий открыл благодаря сновидению, было, в сущности, говоря, ему известно, но воля его долгое время была не в силах пробудить воспоминания, погребенные в тайниках памяти. Скрытая умственная деятельность души Следующее происшествие представляет замечательный пример возвращения затерявшейся идеи после глубокого сна. В одном большом городке в Йоркшве директор банка потерял двойной ключ, отпиравший все несгораемые шкафы и столы в конторе. Обыкновенно ключ лежал в каком-нибудь потайном месте, известном только самому директору и его помощнику. Так как помощник был в отпуску в Алисе на время праздников, то первой мыслью директора было, что, вероятно, тот по ошибке взял ключ с собой. Он написал помощнику и узнал к своему удивлению огорчение, что тот не брал ключа и ничего о нем не знает. Разумеется, мысль, что ключ, дававший доступ ко всем банковым ценностям, был в руках злонамеренных людей, взявших его с целью воспользоваться им, в высшей степени расстроило директора банка. Он искал повсюду, стараясь припомнить все места, в которых он мог бы оказаться ключ, и не находил его. Вызвали помощника директора, спрашивали опять и его, и всех служащих в банке, но никто из них не знал и не мог придумать, где мог быть ключ. Хотя до сих пор не произошло еще никакой кражи, однако было опасение, что кража будет сделана, как только утихнет суматоха, и ослабленная бдительность представит для этого более удобный случай. из Лондона выписали первоклассного сыщика и дали ему полную возможность расследовать дело. Он напросил служащих в банке, употребил все средства расследования известные искусственным людям этого класса, и наконец пришел к директору и сказал, я уверен, что в банке никто ничего не знает о пропавшем ключе. Наверное, вы сами заложили его куда-нибудь, но вас так утомила мысль об этом ключе, что вы забыли, куда положили его. Пока вы будете так тревожиться, вы ни за что этого не вспомните. Постарайтесь сегодня заснуть с уверенностью, что завтра ключ найдется. Выспитесь хорошенько. И весьма вероятно, что завтра вы вспомните, куда положили его. Все произошло точь-в-точь так, как было предсказано. На следующее утро ключ нашелся в каком-то необыкновенном безопасном месте, о котором директор совершенно забыл, но куда как он уверен в этом теперь, он сам положил его. Есть сильные основания думать, что лучшими своими суждениями ум наш, часто особенно в трудных случаях, бывает обязан бессознательным выводом, разрешающим все затруднения, в то время, когда после предварительно внимательного рассмотрения вопрос бывал предоставлен самому себе. следующее извлечение из лекции, недавно читанной автором, обнаружит не только его личные наблюдения, но и все собранное им из чужих наблюдений. Много раз мне бывало нужно решить какую-нибудь важную перемену, или в моих планах, или в жизни членов моего семейства, перемену, по поводу которой многое можно было бы сказать, и за, и против. Я слыхал, как один натуралист выразился, говоря о классификации, очень легко иметь дело с белым и черным, но с серым очень трудно. Так и в жизни. С черным и белым иметь дело очень легко. Есть вещи очевидно справедливые, очевидно несправедливые, очевидно благоразумные, очевидно неблагоразумные. Но представляется много случаев, в которых даже справедливые и несправедливые оказываются спорным, или противоположные мотивы. Верные сами по себе уравновешиваются таким образом, что трудно бывает определить, в чем состоит наша обязанность. Так же, как в других случаях, трудно бывает сказать, что благоразумнее. Я думаю, что во всех подобных случаях, если нам не зачем торопиться решением, лучше всего предоставить решение вопроса бессознательной мозговой деятельности, вызов предварительно в нашем уме, как можно полнее, все, что может быть высказано с обеих сторон. Мы обсуждаем вопрос в семейном кругу, затем идем к друзьям, которые высказывают соображение, быть может, не приходившее нам раньше в голову, но силу которых мы чувствуем лучше, чем они. И после этого самое лучшее отложить вопрос в сторону на месяц или на два, если позволяет обстоятельство, и направить течение мыслей и чувств на другой путь. Продолжение следует...